Слава Богу! Я хотел бы... Прежде в начале проповеди, я хотел бы начать with Bible trivia, то есть вопрос по Библии. Это одно слово, то есть один такой момент в Библии, что показывает, что мы наибольше духовно или духовно растем или выросли, и заодно мы всему миру проповедуем о Боге. Какой один единственный момент, что это показывает, что мы больше духовно выросли и проповедуем этому миру о Боге? Не должны отвечать вслух, но... Я хотел бы с вами прочитать пару мест Писания, которые отвечают на этот вопрос. Первое место это будет Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. 13, 34 от Иоанна. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И второй момент, опять ответ на наш первый вопрос, который был, это будет 2 Петра, 1 глава, 5 стих. 1 Петра 1, 5. 2 Петра 1, 5. Иисуса Христа. Слава Богу! Оно очень похоже на первую тему, которую мы уже сегодня слышали. И ответ на тот вопрос, который я задал сначала, это любовь между собою. Первое, мы читали, что Христос, Он новую заповедь нам дал. Он сказал, новую заповедь я вам даю, долюбите друг друга. И очень интересно, что ничего, практически ничего, что мы можем делать, никакие евангелизации, evangelism services, никакие, there's nothing, ничего мы не можем делать, чтобы миру рассказать о Боге, кроме любовь между собою. Христос не дал никакого другого выхода из этого. Только если у нас будет любовь между собою, по-другому мир никак не узнает, что мы Его ученики, что мы следуем за Ним. И второй интересный момент, мы же, наверное, это не раз читали, место, где апостол Петр, он пишет как будто ступеньки роста духовного, да? Один за вторым, вот, приходят в жизни какие-то страдания, мы приобретаем терпение, одно за вторым, за третьим. И по этим ступенькам мы идем, и оно приходит к тому, чтобы между нами было братолюбие и братолюбие и любовь. Это как самая высшая ступень в нашем духовном росте, это любовь. И мне очень интересно был вот этот восьмой стих. «Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». И мне это было очень интересно, потому что мы не можем, вот, что мне здесь, здесь я понимаю и так, что мы не можем на самом деле познать Иисуса Христа, если между нами нет любви. Как бы мы то ни молились, как бы мы то ни читали Слово Божие, как бы ни стремились, если между нами нет любви, никак Бога не можешь узнать. И это мы очень часто видим в Писании. Апостол Иоанн особенно пишет о любви, и мы даже сегодня слышали, что тот, который ненавидит брата своего, это как человека-убийца, или другие места, что как ты можешь говорить, что ты Бога любишь, а брата своего, который видишь, не любишь. Многие такие в Писании есть моменты, где Бог говорит, что они друг с другом связаны. Они друг с другом связаны. Если мы хотим к Богу приближаться, если мы хотим ближе к Богу быть, нужно друг друга любить. И когда я об этом всем рассуждал, и думал, мне такой момент пришел в мою голову, такая мысль, я думал, ведь на самом деле есть довольно много людей, которых тяжело любить. Есть люди, которые немножко сложнее любить. По разным причинам. Я их встречал, я уверен, что вы их встречали. То характеры не сходятся от наших, то они нам что-то натворили или сделали нам неприятное. И бывают такие моменты, что их немножко сложнее любить. По-человечески, да? Просто сложнее. И мне вопрос задался. Вот, Господь, на самом деле, если ты нас учишь любить, и мы должны любить, но что сделать с теми, которых немножко тяжелее любить? Что мне с ними делать? И они являются нашими братьями, не являются нашими сестрами. Они, может быть, даже родственники наши, близкие наши. Что с ними делать? И на это, конечно, Библия имеет ответ. Я хотел бы с вами открыть 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. 1 Фессалоникийцам, 4, 9. Здесь написано так. Это уже апостол Павел писал в церкви. Он говорит, Я хотел бы с вами эту мысль оставить, друзья, что настоящая христианская любовь, которой мы призваны, она приходит от Бога. Эти уроки, чтобы как правильно любить, как терпеть, как снисходить, как переносить, все это, эти уроки приходят от самого Бога. И апостол Павел, вы помните, что он писал в коринфянской церкви, он учил их, как любить. 13 глава вся описана, как любить, что на самом деле есть любовь. И к этой церкви он обращается, говорит, А брата любви и любви я вам даже не буду писать, потому что Бог уже вас научил любить друг друга. И я хотел бы побудить всех нас, особенно то, что уже год заканчивается, приходит к концу, и Новый год начинается. Не знаю, как вы, но я лично, когда Новый год начинается, я делаю какие-то итоги, то, что было в прошлом году. И что я хочу исправить в следующий год? В своей духовной жизни особенно. Что я хотел бы исправить? Где нужно больше трудиться? Где нужно больше Библии читать, молиться? Где нужно исправиться, чтобы моя духовная жизнь шла все вперед? И я хотел бы нас побудить к тем, что если мы хотим на самом деле эту заповедь исполнять, которая говорит, любите друг друга, я хотел бы побудить нас, чтобы мы больше и больше к Богу приближались. когда год начинается от одного, чтобы мы больше внимания делали на свою личную духовную жизнь, чтобы больше и больше времени с ним проводить. Нельзя никогда, никакой ученик не может научиться от своего учителя, если он не будет с ним времени проводить. Оно автоматически не приходит. И он, как наш высший учитель, тот, который нас спас, который нас искупил, который проявил величайшую любовь, которую можно было бы проявить, я благодарю бы всех нас, чтобы мы, настоящий в этот год, который приходит к нам, чтобы мы больше и больше времени искали его, приближались к нему, учились у ног его, учились, как он любил, как он мог, часами перед своей смертью, зная, что Иуда его предаст, склониться с Мирона и омыть ему ноги. Ну как это можно? Это же невозможно знать, что этот человек тебе на смерть предаст в течение два-три часа склониться, не сказать ни слова, не упрекнуть, ничего, склониться и с Мирона умыть ему ноги. Это величайшие примеры любви. Я прошу, друзья, чтобы мы больше и больше времени уделяли нашему Богу, больше и больше искали его, приближались к нему, чтобы он научил нас по-настоящему любить. Аминь. 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 Аминь.